Куча, знаешь, штук, наверное, 10 запросов было, но отклонены по тайму, короче, по времени. О, сейчас еще один передала. Ну, сейчас какую-то херню пересылает. О, Вика, Вика, сейчас. Пришли мне тоже. Ну, говно какое-то, перекину. Ну, сейчас табуретку и машину передала. А, табуретку? До этого она передавала реально какие-то вещи нормальные, то есть, например, там... Я думал, она себя фоткает. Ну, раньше себя, сейчас я их поудалял, потому что они страшные, потому что... Слышишь, внизу там стенку начинай строить. Ой, я еще с этими стенками... Сейчас я пока тут минералы еще добиваю. У меня тут продовольственная линия. Сейчас, секундочку. Это надо строить первые казармы. Казармы, одеешь их строить? Они называются ворота, блин, казармы, блин. А, их надо застроить без вот этой фигнюшки. Круглой. Давай стенку делай, блин, я сам тут не сделаю стенку. Давай, сейчас. У меня уже денег много сейчас. Ты не там стенку сделаешь, стенку там, где я, внизу делай. Вот тут, блин. А, вот здесь аж? Ого! Сразу две базы, чтобы удерживать. Ладно, давай сюда сразу. Вот как я, делай. Это у тебя стенка такая? Я фотоноками там все застрою нахер. А, а ты прям можно зданиями строить? А их нам бы не поломают? Поломают, конечно. Но, блин, не поломают, если будешь нормально строить, блин. Ладно, сам построю. Ладно, вот тут я. Блин, я отвлек меня этот. Уже ладно, сейчас давай сюда построим. Сейчас, давай мне раз. Так, а когда нам эти фотонки уже будет? Оружейная, оружейная там вот эта штучка. Ну, давай вот сюда. Блин, неудобно пилон поставил. Я не могу ничего здесь подкнуть теперь. Вот так. И базу ставлю. Чуть-чуть дырочку отставишь там. Я пару воинов туда выведу. Полностью не застраивай. Один проход оставь. Ну, я хочу газик добывать. Что? Газик добывать. Так. Так, шо он так долго строится? Надо еще мне. Ну, умничка. Газик добываешь. Ну, да. Хотя я хотел, конечно, без газового для этого протаса сделать, но потом подумал, что давай... Без газового протаса? Молодец. О, и тут базу можно стараться сейчас подстроить. Да, тут нормальное место. Учти, противо, у нас комп довольно-таки жесткий. Да? Сейчас тебе еще пилонов пару штук. Вон, что тут надо. Так. Долго он там будет строиться. Получается. Так, с ворот надо хоть какого-то одного этого... Какого-то санитара доказать. Построи там парочку фотонок. А мне еще нельзя фотонки строить. Слушай, ты охренел? Ты у меня нексус строишь, что ли? Я не знаю, что это такое. Вот. Ой, у тебя уже... Война у тебя есть нифига себе. Ты вообще охренел у меня нексус строить? Где? Что ты имеешь в виду? Почему ты на моих ресурсах добываешь? Ты говнюк, блин. Надо застроить все. Я застраиваю все, что у меня тут есть. Верхние два нексуса мои, потому что ты бесишь. Ты захватил слишком много нексусов, блин. Армию строят и задолбал. Так, давай, ладно. Мне оружие, но надо строить. А не двои нексусы. Он настроит своих нексусов потом. О, фотонки наконец-то добрались. Бля, жопа. Мы их не можем нормально строить. Ладно. Уже бегут собаки к нам? Ладно, чтобы не застроить так, чтобы выйти можно было еще. Ну, я как бы в этом понимаю. Ну, ладно, ну, ладно, ну, так сделаем. Все. Фотонное затмение. И, наверное, рабочих я несколько переведу сюда, потому что здесь они нужнее, чтобы лучше отсюда минералы поставили. Не застраивай все. Не, я вроде поставил там место. Ну, если шо будет еще как-то выходить, блин, отсюда. Если шо, снесем пилон. Так. Кипернетическое ядро не знаю, зачем ему надо. Да не нужная штука вообще. Конечно, нужно. Без него ты, блин, не сможешь дальше ничего прокачивать. А, да, кипернетическое надо строить, зараза. Так. О, моя армия уже есть готова. Где у тебя армия? А вот, два, два стоят. Два силы? Да. Проживут они, надеюсь, хоть чуть-чуть дольше, чем... несколько секунд. Коробочек понастроил. Ну да, я коробочек понастроил. Вот я умничка, да? Коробочек. Вот это прикольные, вот эти, эти аптекари, вот эти. Нравятся. Так, газ надо уже добывать. О, через шифт можно набирать рабочих. А просто выделять не вариант? Не, не, мне нужно именно, чтобы только два было ровно. А так они прыгают, но постоянно я ошибаюсь. Еще один нагазик идет. Вот умничка, нагазик идет. Так. Вот тут у нас еще надо минеральную пластику добавить. Справа моя, блин. А, ну, а ты можешь добывать мой этот? В мой... Нет, конечно. Ну, короче, добывать я хочу. В общем, я тогда больше никуда не встрою. Спасибо. На здоровье. Такая нервная игра у тебя. Блин, нас там какой-то зердинг разведывает полностью. Так, если разведывает, что он там не раз... Что он там с нас смотрит? Так, пока сюда. Мне еще нужен один рабочий. Ну, надо идти голову взять. А вот это? Пойду, я бы разведаю тоже. А вот это нам нужно сюда построить, блин. Давай хотя бы одну откнем. Потому что, реально, не застроится. Я вообще не вижу, там выход уже есть. Надеюсь, есть. Я тоже надеюсь. Если что, вот эти твои ворота спилим. Твои ворота спилим. Так, и пошли дальше строить. Мне нужно сумеречный совет, что он дает, не нужно? О, звездные ворота. Что? О, звездные ворота. Так. Звездные ворота, звездные ворота. Какие-то там хворобы его реакции. Давай. Надо еще добывать. Еще рабочек больше. Надо больше рабов. Ага, кто добывать будет? Вы ублюдки сраные. Армию, блядь, строй. У тебя армия вообще там фигда нифига, а? Она строится уже. Она строится постепенно тогда. Зашибись, а нас уже разведали он. Построй фотонку там у себя, чтобы не летать. Ладно, я феникса построю сейчас. Построй феникс. Ай, блин, мне, чтобы феникса построить, нужно целое здание строить. А феникса, подожди, я себя построю. У меня пустые казармы, я давай два феникса построю. Одного оракула. Не знаю, правда, что он делает. Входу нужный, товарищ. А газ, у меня газ заканчивается. Вы скоты мало газа добываете. Работайте быстрее. Вроде не нужен газ. Все, блядь, он вообще охренел. Смотри же, он чудит, блин. Что? Ой, а что это у меня фигня какая-то? Пузырится на моем этом. Я же говорю, это что-то чувак, блин, пришел, тебе насрал и улетел. А это живой чувак или это компьютер? Да, компьютер, компьютер. Да, компьютеры так могут. Еще равно все, блядь. Сам в шоке. Где, куда этого корабля? Так, на нас атакуют уже. Ой. Всю армию сейчас бросим сюда. Давайте, пошлите сюда, сюда, сюда. Если бы ты еще не застроивал ничего, было бы вообще идеально. Нормально так. Сейчас мы их вылезем, застреляем отсюда. Кем? Фениксом, блин? А, ты грелки строишь, ну, как всегда. Я бы не сомневался даже. Блин, у меня не... А, я не могу... Жалко, что мы застроились. Я не могу выйти. А мы не застроились. У тебя сейчас от этого убьют первого. Увади его, увади. Тай фиг на него, блин. Я построю пять других. Перебросить на эту... Выходи, выходи своим войском. Будем переходить на следующую войску. Она же не достроена, пускай это. Так, давай тогда я воздух строю, а ты и строй все остальное. Молек флотили, а веносца нет. Не нужно, а завод робототехники. Нам нужен, нет? У меня есть. Я тебе не знаю. Тебе нужен? У меня не знаю, что он делает. Ладно, значит, не нужен. Ну да, бесполезный. Мазершип, точно. Мазершип сразу строй. Я так и сделал. Сразу пять штук. Я заказываю все. На все деньги. Эти скоты мало газа добывают. Как сделать, чтобы они быстрее добывали газ? О, у нас есть первый авианосец. Он сразу один. О, это твои вот эти индюки пошли. Нет. Они классно тем, что они могут, понял, перебираться через все на свете. А так же ж они не классно тем, что они, как бы... По области они бьют, это хреново, конечно. Ты построил фениксы? Да, он где-то там бегал. Ладно, я построю. Так. И... Давай феникса, ну, ты говоришь, ураган этот дебильный, который мне что-то не нравится. Как мне газа больше добывать? У меня везде уже все забито, а рим газа... О, вот у меня недостаток. Все, пошли. Надо новую базу строить, эта фигня какая-то. Так у тебя уже куча, пошли в атаку, ты бесишь. У меня мало войск, еще что у меня тут? У меня 120 лимитов всего лишь. У меня 130, гоу. Ну, подожди, сейчас мы еще, хотя бы этот, материнский подождем. Вот, еще подъехали, ребят. О, Мазарши, поехал. Приехал. Давай, мы хотя бы... Ох, ни хрена, с этого прыгла. Так. Так. Все. Трогаю. Я готов. Гоу-гоу. Куда мы идем? В атаку, куда? Подожди, может, рановато еще? Нормально. Сзади бегает. А, вот они, вижу их. Вот, вот, вот. Давай, я за ними гонюсь. У этого... Ого, вот они все. Смотри, они там все прячутся. Все, вижу, вижу, сзади. Что там сзади происходит? Хирит, смотри, это они сзади нас атакуют. Сейчас рассыпятся, не ссы. Вот они сейчас твои очень помогают. Они как раз подняться и фигни все. Слышишь, а вот эти летающие хрени, они разные. Одни с шариками, а другие какие-то с ш... Ну, с такими... Ага, умничка. Гоу в контратаку. Подожди, давай. Нельзя давать ему расслабиться. Все, у меня лимит уперся уже. Давай на базу. Потихоньку будем продвигаться, чтобы они нас не подловили. Вот эти хрени, а я опасно. Эти корабль, рычка, не поднимается. Тихо, мы стоим, мы выбираем все на свете, что подходит. Мы сдалека можем атаковать, а они нет. Ладно, я понял, ты в мясорубку полез, и подойдут тоже ближе. Жизнь самая. Короче, даже не спеши, не спеши. Не спеши, я сейчас заеду, долечу медленно, убью эти все эти. Чтобы твои еюньки терять. Слоны и слоны. Все, слоны готовы. Один готов, слон, второй тоже. Есть. Ну, короче, блин, потери охранные. У тебя? Ну да, я потерял почти все свои хрилки. На корабтерах, да? Ну да. Они зато не спасли моих колоссов. Еще корабторы, следи еще за корабтерами. А что с ними делать? Надо, наверное, нам больше заказывать противовоздушку. Не понял, как они маленькие. Ну, фениксов строй. Да, я такие построил. Ого, у меня ресурсы, у меня по 5000 там всего на свете. Лимит только упирается. Нужно сейчас одного рабочего, чтобы он устроил фотонок. Сейчас, секундочку. Подожди, подожди, не убегай, никуда сейчас. Там уже победили почти. Это твои рабочие, подожди. Мне нужен один рабочий. Фотонки, 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 все. Так, F2. Бля. Стой, подожди, не бежи, не беги на него. Че? Ну, они сейчас тебя укосают. Я сейчас подлечу, чтобы тебя хотя бы не видел. Да плевать, у меня денег миллиард, блин. Я подстраиваю новую армию и все. А у меня она в лимит упирается все. Не могу уже больше стоить. Ну, у меня тоже уже все. Ты 200 на 200? Ну, 196, я имею в виду. Ну, у меня 107. А, не, не 196. Ну, не важно, все равно. До хера. Ну, колоссы мне понравились. Ну, в принципе, лучше, чем я ожидал от них. Я ожидал уже. Их караптеры очень сильно быстро убивают. А они караптеров бить не могут. Колоссы только наземные войска же бьют. Ну да. О. Ого, ты тут видел, как у них тут, этот... Главный центр. Блин. С костями. Да-да. Явно какой-то чит. Да это какая-то фигня, такого не было. Не было такого. При искривлении времени тут также все наследие. Ого, тут еще какая-то фигня в этой школе. Ого, тут еще какая-то фигня в этой школе. А, он спел вылупиться. Давай. А, еще один компьютер есть? Думаешь, что вон на два играли. Да. Что-то еди вообще. Ладно, ты иди на эту базу, я поищу другую. Вот, или это последняя. А я не могу телепортировать. Да. О, мне сказали, что я победил. Молодец. Я думал, ты не втащишься, но ты смотри, какой молодец. Так. Ну, построил ты, конечно, войск больше, но убил меньше. Ну, да. Ну, потому что у тебя колоты вообще такие читерские. Они прям вот по земле это, ты что, они так выжигают все. А типа грелки, авианосцы и говно, да? Ну, они не совсем для этого, мне кажется. Они вот больше всяких слонов, там шманов, вот такое крупное что-то одно валить. А вот именно если много всякой мелочи под ногами бегает, то однозначно твои лучше будут. Ну, мне так кажется. Не знаю, насколько это правдеподобно. Так, а что мы здесь сидим? Давай еще раз. На этой же шкафте или другую? А давай на этой только другую, посложнее поставь. О, подожди, пока не ставь, я хотел попробовать одну штучку. Завод робототехники, как ты говоришь. И вот там такой летающий шарик, который запускает такие фигни. Вот это он читерские, я по-моему смотрел, они просто невероятно что творят. А, наверное, это оракулы. Я хочу в следующий раз попробовать этих оракулов настроить кучу, просто тысячи. Они будут сносить все на своем пути. А че я, блядь, не могу создать? Ты в игре сейчас? Ну да. Или ты как всегда, альтф4, блядь, нажмал и ушел? Не, ну... Я сейчас в игре просто жду, пока создадится юнит этот. О, оракел. О, оракул, откровение, стазистная ловушка, это не то. А, нет, это не то, юнит. А как называется такой шарик летающий? Я откуда помню. Не помнишь? Другого тебе. Дестабилизатор, вот он что называется. Блядь, я че-то создать не могу, фигня какая-то. А ты можешь создать? Не знаю. Я щас выгреешь еще. В какой игре? А, тю, блядь, а я думаю, че я создать не могу, ты еще в игре, так выходи. Альтф4? Да нет, я имел в виду из боя. Не знаю, эскейп не работает. А что там написано? Ну, ничего, я эскейп-клацаю, ну ни хера. Я в игре играю, тут хочу построить юнита одного. Мне для него нужен еще роботехнический узел. А у меня его нету, походу. Так уже ж победа была. Ты в какой игре вообще? В этой же нашей карте. Так там ж уже победа была. Ну да, но игра продолжается. Ай, блин, ну попробуй выйти из нее, я не знаю. О, F10 работает. Вернуться в игру, статистика, а как назад выйти? Статистика и выйти, да. О, статистика матча? Блин, никогда бы не полезла. Ой, все закончилось. Так. Бесишь. Тебе что-то все так легко бесит. А че ты лидер группы? А я буду лидер группы. Обойдешься, не дорос еще. Я лидер группы. Я буду красненьким. Э, че красным было? Потому что они типа компам ставь не красный. Ладно, буду синеньким. Против нас теперь тираны будут. То же самое, только тираны. Что такое гандикап? Что? Гандикап. Кто? Гандикап. Не знаю, что это такое? Не знаю, я ж думал, ты знаешь, ты ж у нас тут все знаешь. Я, конечно, стартовал. Хандикап. Я тебя даже сфотовываю. А, не могу я фотоить. Как только фото, она их разворачивается. Ладно. Ой. Черный экран. Сейчас, наверное. О, загрузилось. Ой, все зависло. Бесишь, слушай. Против тиранов, а не шимба. Напомню, что бы я тебя навалял на работе потом. Когда я сейчас заболевший буду, значит у тебя просто никакой шансов не будет. Так же самое, стенку строишь. Блин, а мы снизу, неудобно теперь. Непонятно, где стенка. Ну все, фигово, да. Это, это, это сразу джи-джи, да? Я тебе о чем говорю, она была сверху у нас выбирать. И пожалуйста, вот эту точку, вот эту точку не трогай. Это моя. Вот там, где стоит мой рабочий, это моя точка. Хорошо, какой-то нервный. Твоя знаешь где. Вот и вот. Так. О, там еще одна база есть. Ух ты, я не видел ее. Прикольно. Так. Не поймите. И как ты, куда его ставить? Вот тут сбоку, да, ты можешь так ставить его, чтобы не застроить? Застраивай так, чтобы... Нет, ты застраивай полностью на себя. Я дырочку себе оставлю здесь. Мне не получилось, как у тебя поставить. Фигово. Все. Это джи-джи. Кого? Ну, в смысле, все, конец игры. А зачем такое? Что такое джи-джи? Они постоянно пишут такое. Гудгейм, что ли? Да. А, да? Серьезно? Ага. Больные люди, нафига это писать? Больные вообще. Психи, блин. Блют. Буду стоять здесь, чтобы ты, не дай бог, не поставил мне здесь Нексус, блин, на крысу. Это я тебя знаю. Где? Вот там, где мой рабочий стоит. Нексус это... Да нафиг ты убери пилон, не гони. Ты ж, блин, игру испортишь. Потом сам будешь отдуваться за обоих, блин. Бля, комуха, я уже испортил. Нормально. Понял, я поставил пилон, и оно мешает мне теперь большое здание моё это построить. Ну. Как убить пилон? Давай, как убить эту фигню теперь? Армии. У меня армии пока ещё нету, ещё не скоро она продвинется. Ладно, я пойду помогу тебе, боже мой. Вынеси вот этот пилон, вот этот вот. Ну это только недолго. Вот этот пилон, быстро. Да, давай. И я готов помочь тебе. Молодец, умничка. Хороший мальчик. Идя, если надо своих убить, я только... Только за. А в республике кибернетическое ядро мне надо? Ну это основное здание для развития твоей... Просто там какие-то нужны, какие-то не нужны. Понадстроили те здания кучи. Фиг понял, что там делать. О, молодец, умничка. Теперь УВ и вот эта вот штучка. Он влазит теперь. Здесь фотонку построить. Блядь. Должен бухгернетическое ядро строить, а не фотонку. Ну ладно, будет фотонка здесь. Фотонки же можно? О, мне фотонки можно строить. Пишу, сейчас всё мясо буду. А, у меня минералов не хватает. Сочувствую. Не хватает ни... Спасибо. Ты знал, я тоже тут плужу триндец. Зараза. Зараза. Блин, денег вообще нету. Здорово, мягко бить. Ой, что там происходит? Да так же само, позастраивал своих, блин. Что, валить их надо всех? Не надо ничего там валить. Да какого хрена, блин. Там война какая-то идёт. Ты видел, что там происходит? Ого, к нам пришли. Это рабочие. Увалите их всех. Заорнул. Да, блин. Развитие, конечно, отстал. Я триндец. Ты о игре? Ага. Ты с этими застройками стен, блин. Да, но так непонятно, где именно строить. И боишься ли застроить лишнего. Жизнь за ай. Так. А на вторую базу мы никак не залетят. Ну, если я хочу построить... Залетят, залетят, только не сразу. Там есть перемычка, ты бы понял. Жизнь за ай. Так. Так, надо рабочих на газ уже кидать. Давно надо. Да, я как-то провокал за давно. Я здесь, среди теней. Блин, как все сложно вот это все, раз, быстренько так, раз, шебуршить. Мы как-то с тобой через оборону играем. Нас уже атакуют. Да ничего, хай себе атакуют. Блин, у меня газа не хватает. Ну, как это хай атакуют? Ты вообще помогать будешь? В смысле, как пускай атакуют? Да, вот. Немножко. Сейчас я приду. Сейчас я всех разберу. Все, вот тут их вообще. Да потому что они меня всю армию убили, блядь. Это у твоего одного чувака. У меня было вообще-то пять сталкеров и... Ой, пять зилотовых сталкеров. Ты их умудрился потерять? Да потому что их там было на самом деле больше, чем, блин, сколько ты там сказал. Ладно, тебе начинешь. Перворожденные выстоят. Ну, ты будешь там защищать нас? Сейчас, секунду, секунду, я не успеваю сюда браться. Блин, они так сильно атакуют. Ого, они меня убивают. Блин, мне надо еще войск подстроить. Месторождение минералов и священо. Мне осталось трое их. Под щит его надо вернуть. Так, больше газа. Газа вообще нету. Конечно нет, потому что его никто не добывает. Жизнь. Нормуль. Месторождение минералов истощено. Нееет. Опять та же фигня. Я сильно близко построил этот пилон. Ладно, сейчас армия его придется уничтожить. Нужно построить больше пилонов. Сильно долго мы на базе сидим. Угу. Как-то в этот раз вообще пошло развитие ужасное. Ну, тем интереснее будет играть. Противник хоть немножко разобьется. А то вообще какие-то они ни о чем были. Так. Куда это он пошел? Феникс. Куда это он пошел вообще? Фактон. Комп. А, что думаешь, базу тут строить? У меня сейчас уже летающие нет, будет скоро. Поэтому давай сейчас потерпим. Так, так, все тут есть. Спускайся вниз, потому что, блин, базой танчить это, конечно, тут еще удовольствие. Что-то я не понял. А я же строил тут здание. Ого, тут на нас напали, внизу. Тихо, подходим, блин, их сильно бос... Ого, мне всех моих этих вынесли просто, как детей. Надо отводить самолеты. Все, капец, нас выносят. Что ж, нам поезда? Втекай с села. Там еще какой-то аэракул. Аэракул есть. И поехали. Аэракулы как раз они нужны против мелочи. Так. Так. Блин, мне нужен один рабочий, хоть пустой. Что-то я не понял про архивы темплиеров. Что? Не понял, я же их ставил. А, это сумеречный совет, блин. Не то поставил. Видимо-то. Так, ускорение выхода войск, потому что у нас вообще нет войск, чем отражать атаку. Вообще ничего нету, нам нужно срочно собрать хоть какой-то войск. Так, а где она авианосец нам с погодой не состроит? Так, мне кажется, здесь мало барак сильно. Что там такое? Разветка? Ага. Да я смотрю просто, сколько у них баз. Спускайся вниз. Сейчас иду еще, подожди, немножко. У них баз тут достаточно, на самом деле. Да? Хреновая новость. У них по три базы, у каждого, как минимум. Одну не разведал. Так, подожди, немножко тут стягивают какие-то войска, но у нас крайне мало, нам очень сложно вызвать. И сейчас авианосца мы заканчиваем строить и строим вот эти дальнобойные корабли. Мы ими будем отбивать совершенно. Ладно. Ну хотя бы... Подожди, подожди, не спеши. Сейчас мы все это вытянем. Я здесь, среди теней. Так. Так. Так же происходит. Опа. Ты обеносцами будешь помогать? Да, я помогаю. У меня только живые остались. Тут танки. Но они меня разобьют. А я пока снашу вы. Блин, я не успею снести все танки, пока их под пехота у меня хрушь. Ладно. Один авианосец пришлось потерять. Все. Блин, второй авианосец потеряют. Да. Черт побери, второй авианосец потеряли. Ваши союзники вступили в бой. У меня все авианосцы выпили. Ёма, они нас вынесут скорее сейчас. Ладно, понятно. Ну, не может, не так вынесут, как дальнобойные сейчас. Ай-яй-яй. Текай, текай. Текай, сцела. Все. У нас там там. Ладно, это... Смерть. Да. Нас уже, нас уже вынесли, считай. Сейчас попробую только... Издалека. Ну, против пехоты, конечно, надо было все-таки идти, наверное, мне в этого. Колоссом. Колоссом. Ну, да. А у тебя какие-то странные войска в этот раз были. Я пехотным пошел. Я думал, ты втащишь. Хотел тебя больше нагрузку перевести. Дело в том, что я, может быть, и втащил, если бы немножко хоть успел больше развиться. А так я... Проблема в том, что ты слишком долго развиваешься. Никто так не развивается, как ты. Ну, я вначале, вот эти затык, пока базу перенесли. Пока вторую базу перенесли. Ну, короче, фигня. Ну, слава богу, ты хоть убил, блин, от троих больше. Я не знаю. У тебя, блять, куча авианосцев. Какие, блин, шопы? Нахера ты их строишь, если, блин, они дорогие. У тебя их мало, и ты их не тащишь армию ими вообще. Потому что они единственные, кто там сражается. В смысле? Авианосцы классные только когда... Авианосцы классные только когда этот... Что-то их прикрывает. А так, получается, я же... Я все танки вычистил авианосцами. Получается, когда что-то они начали, ну, твою армию украшить, я подлетел... А помимо авианосцев, ты вообще думал что-то строить? Я не знаю. Хотя бы чуть-чуть армии. Они не успели. Во-первых, вот этих моих протосов наземных, вот этих бегающих аптекарей... Я тебе объясню, почему, блин, никто не играет сразу в быстрые авианосцы, блин. Потому что это слишком дорогие юниты, которые очень быстро умирают. И в итоге, ты пока строишь одного авианосца, враг уже строит, блин, армию, как он. Куча маленького настроил, блин, и перебил всех наших, блин, всю нашу армию, блин. Потому что авианосец слишком дорого. Ты строй, блин, маленькую армию тоже. А что у нас есть? Авианосцы строятся уже к середине боя или к концу. Так, у них там нет летающего ничего нормального. Грилки, они не помогут тебе поднимать. А зачем тебе летающая, чего тебе не нравится обычная армия, блин? Ну, раз ты идешь в пехоту, значит, я должен идти в авиацию. Кто такое сказал тебе? Ну, а что мы толку с двумя пехотами? Будет араба огромная, будем топтаться там, только хуже сделаем. Ну, я понял, будет огромное кодло стоять, я даже доставать не буду до тебя. Ты займешь позицию, тебя пока перебьют, потом меня перебьют. Мне вот просто интересно, вот давай я, блин, посмотрю, как ты будешь воевать сам один на один с этим компом. Ну, давай. Ну, только если тебе интересно будет это все фигню смотреть. Просто интересно, да. Ты вышел там, да? Ну, я жду в меню этот, короче, чувак с... Только надо вспомнить, как тут... Принимай. Ну, я принял уже, да. А кто такие вот это, что писали? Харас, этих хаты. Не знаю. Люди все пишут про этих хатов. Блин, 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 подробнее. Опять гандикап. Гандикап какой-то опять. А где ты такое читаешь вообще? В меню оно вылазит само, как только ты... Гандикап, сто процентов. Ну, что мне нажимать? Да сейчас я смотрю, наверное, наверное, здесь выход. Как же я создавал с этими, блин? О, поставлю за меня одного компа и ему еще одного компа. Потому что я в любом случае так, если будет сильно крутой комп, я проиграю в начале, когда он начнет разведку. Мне всякую тут пересылать на базу, понял? Ну, не разведку вот это выкидывать людей на базу. А не, вот как раз таки я и хочу один на один, чтобы ты понял, где ты проебываешь, блин. Ты строишь сразу очень дорогих юнитов, которых, в принципе, только там, ну, очень хорошо играющие, опытные игроки могут построить. И тут в какой-то момент, и тут они при этом строят все равно основную армию. Потому что тебя первый же атака придет и уничтожит. Угу. Давай еще раз два на два. Давай еще раз два на два. Давай еще раз два на два играем. Короче, давай. Полчаса, да, как я буду играть. Да не, я сейчас один на один здесь поставлю просто. Там час будет просто. Пока все ресурсы не закончатся. Блин, а как здесь вставить? Протасы. О, красники. Блин, а как тут сделать зрителя? Не понимаю. Ну, вот и ведущий. Так достаточно. Ого! Два компа. Да нет. Сейчас я одного уберу. А, вот, сделать зрителям. Все, давай, я понял. Выход. Сейчас один на один сделаю. Глубоководный рифт. Сделать зрителям. Добавлю комп. Нажать красный, ладно. Кого тебе там здесь поставить? Красный. Красный. Красный цвет. О! О! Гандикап опять появился. Где, блин? Сам ты гандикап, я тебе отвечаю. Сейчас я тебя заскриню. Сейчас игра свернет снова. Да не надо мне ничего скринить, не надо. Это. Терана, Протаса против тебя. Зерга. Зерга, зерга. Мне больше нравится зерга убивать. Они такие отвратительные. А Протаса жалко. И людей жалко. Поэтому я могу ищить. Не хватит даже. Хотя Протаса имба. Просто в начале всегда надо армию строить. В любом случае. Глухая оборона тебе не поможет. Да. Если у тебя не будет армии, то придет кто угодно просто и дропнется на тебя или еще что-нибудь сделает. Тераны могут, может ты видел, через стенки перелазят они. А эти вообще какая-то фигня. У них с ними неинтересно играть вообще. Зерги могут сразу быстро прийти к тебе армии. Там зерлингов штук шесть. И загрызть полностью твои здания все. Перегрызть. Или забежать в рабочих и всех перегрызть. Что это перекрывать? Я ж не жалю в этой карте вообще. Где тут что перекрывать? Бляха могут и такую говно карту нашел. Просто пипец. Я никак не смогу перекрыть. У меня тут получается один проход надо держать. Ну вот этот верхний перекрой и хватит тебя пока. Какой верхний? Ты к нему куда-нибудь? Да я тебя не смогу наверное линкануть. Да я не могу линковать. Ну вот что у тебя сразу. Вот ты верхнюю часть. Вторую базу пока. Вот где я стою? Подожди вот тут я стою? Рабочая? Да где-то здесь. Только сверху. Да нет. Сверху, сверху. А мне на одной базе не жидно будет? Ну минеральную зону защитишь в старте. А потом построишь вторую базу. Блин ты застройщик от бога слушай. Я сразу хотел вторую поставить. Вот здесь вот давай сейчас сразу поставим. Пилон один. Всё поехали. Всё, ты полностью застроился и молодец ты. Ты неуязвим. Теперь тебя не победить. Давай как ты говорил так ворота эти ставим, да? Потом ещё такую штучку надо ставить. А как я вылезу отсюда? Ну одну дырочку оставим чтобы выходить. Вот я рабочего здесь поставлю. Он построит базу и телепортирует всех сюда. Нафига себе, блин. Телепортирует всех там. Полностью. Телепортирую их полностью всех. Да. Блин, теперь мне нужно... А что они так медленно добывают? Они вообще какие-то тупые. Пилон бы ещё. А тут вот это слышь камушки что впереди стоят. Они защитят меня или нет? Чуть-чуть. Нет. Там вообще проход есть. А, да? Ну обычно я туда тоже ставлю какое-нибудь два здания и они почти не проходят. Ну и ещё сбоку проход, обрати внимание, что там такое... Дырень просто. Я хочу посмотреть вообще проходы у меня есть на базу. Скажем так, у зергов тоже нет стены. И ничего? Не ноют же ж? Зергит нема. Так. Ой, а то рыба. Фух. Ты меня теперь напугал, а я рыбу уже боюсь. Фига ты там сила там наштамповал. Экономист от бога. А ты можешь смотреть мои здания? Ну да. Я ж зритель. Фига ты вообще не какой-то бог. Фух. Как бог только, да. Только зритель. С целью экономики, понял? Да. Они, они могут пробегать, смотри. Придётся застраивать здесь нахрен всё. Да не надо. Поставишь там одного сила-то и всё. Уже поздно. Я уже тупо, ну ладно. Так тебе это здание придётся уничтожать потом. Нет, не надо ничего уничтожать. Мы внизу будем развиваться. Они всё равно могут вниз выпускать рабочих. Хорошо. Только давай быстрее, потому что у противника твоего армия в разы больше, чем у тебя. Просто в разы. Да. Когда они успели, просто как боженька развиваются. Вот. Я тебе скажу, что у него уже там есть такие, типа, разорители, понял? Улучшенные четыре штуки. Тараканы, зерлинги, королева. А у тебя три юнита. Ну да. Но они сильные, а зато они готовы отдать жизнь за Нарзула. А их перебьют эти вот здоровые. Однозначно. У компа армия сейчас больше. Ну, я надеюсь только на фотонки. На фотонки вообще нельзя надеяться. Особенно в ПВП игре. Потому что на фотонки никто не нападёт. Компы, да. Они будут туриться в твои фотонки. Хорошо. Щиту и одну, знаешь, они могут мне рабочих убивать моих? Ну, комп можно такое сделать? Они редко такое делают, но иногда да, нападают на рабочих. Так. Ну, теперь мне нужен здесь рабочий свободный. И дальше развиваться. У него шесть тараканов, четыре разорителя, четыре зердинга. У него уже было больше зердинга. Я не знаю. Я не знаю, что такое. Что против них строить лучше? Армию. Ну, стрелков тебе, наверное, здесь надо побольше. Зилла, ты, конечно, хорошо, но они... Сталкеры, я закажу. Ну, закажи сталкеров. Хотя, знаешь, как по мне, против милишной армии лучше адепты, они дешевле. А, да? Ну, я беру адепты. Это какие-то последние такие реалитики. Я вообще не знаю, что они делают эти адепты. Мне как-то в начале игры не понравились, потом снова не понравились. Они тоже стреляют, только по наземным. Довольно-таки сильные юниты. Так, УПМ. У придется еще одну казарму. Угу. Давно пора. Робототехники и казарму еще один. Сверх, конечно, еще до тупой, до ужаса. Да? Убался тебе. Угу. Отлично. Во вторую базу еще не вышел. Да? Может кто-то специальная тактика у него такая? Не стоит морозиться вообще на вариантах. Ну, может я буду на третью базу попробовать захватить ее? Или думаешь, я не удержу ее? Это попробовали? Ну, я думаю, что могу рискнуть, а не удержать. Тут просто я не вижу, как вообще ее удержать. Тут просто дыра сплошная. И вот это же дыра тоже, да? Вниз. Или это водичка? Нет, это дыра маха. Да, херово. Да, херово. Херово вообще не у него, не удержишь, наверняка. Так, подожди, где он тут? Мне нужно... Точнее, не то. Мне нужно фотонки, нет, щит мне нужен. Так, и пока где-то работает. Надертов пару штучек сюда. И щиты еще нужно уровень. И... О, там какой-то... Вахтюшки тут. Ты видишь, что происходит? Ага, вижу. Ну, он не пробьете. Я знаю, но они сейчас мне походят, что пипец надо фотон. Вводить его под фотон. Бляхо, муху, он его уничтожил потом. Просто как захотел. Как будто он и хотел его уничтожить. Вля, какие эти тараканы же учат. Ё-моё, ты это тушу. Это у меня противник мощный. Та-даааааааааа. Да он просто как боженька уносит все. Та-дааааа вообще! Блин, ворвался и уничтожил. Фуг, я думал мои фотонки просто, из пепеля 게임. Просто в огонь, не пепел. Они не огонь и не пепел. Не играл ты, наверное, видимо, в этот... В первые так как там, где фотонки строишь мильярд. Приходит, блин... Десяточек мобов вражеских, да? Каких-нибудь... И сносят твои все фотонки. Ты такой блиээээн! А что, они Flingle были? Они сейчас слабые, толку от них. О, бессмертные, а что они делают? Красивый такой чувак. Где? А? Где? Бессмертный. Где ты его нашёл? Ну это в этом, на заводе. А, ну это танки. О, они хорошие? Я ж их в первый раз строил. Ну, вроде красивые. Они бьют тоже только по наземным. Блин, если... Но зато очень хорошо мочат. И у них щиток есть, такой неплохой. Так, ладно. Надо собрать всю армию в кулак. Вот он весь. А ты что, это просто бессмертная арта? О, печалька. У противника уже Гидроликс есть. Это что такое? А, это так он слабенький очень. Гидроликс? Ну я не знаю, зачем вообще их строить. Дебилы строят, блин. Компы тупые, блин. Гидроликс строят. Ну да. Я так и сказал, что тупые. Знаешь, что я протупил? Что именно? Помимо всего остального. Я рабочих очень мало позаказывал. Я сейчас... У меня просто критически мало рабочих. Вот. А... Ну да, в два раза меньше, чем у компа. Ну вот. Я только с этим моментом. Пока на меня вот эта атака шла. Так. И теперь мне нужно заказывать еще этих бессмертных. Потом... Сюда мне нужно заказывать адептов. Они по воздуху бьют? Нет. А, да-да-да. Сталкера мне надо побольше заказать еще. Вот если бы ты провел разведку и увидел бы, что у компа есть шпиль или нет его шпиля. Я не знаю, что он уж... Я тоже никогда разведку не провожу. Знаю, что нужно очень сильно, но... Ну я-то знаешь, надо... Ну, долго я хочу понимать, что вот это здание дает каких-то юнитов. Значит, оно там что-то делает. Как бы... Ну как? Ну, допустим, если против протаса играть, вот допустим, разведал бы тебя, увидел бы, что у тебя нет, допустим, этого... Ну там, где авианосцы строятся, да? А это я и то, и то построил просто так для того, чтобы никто не знал, что я буду делать. По экономике сядешь, он уже все-таки стоит денежек немало. Намного выгоднее построить одного юнита, потому что, смотри, такая дилемма. У тебя, допустим, два штуки этих вот, как они там называются, бессмертных, да? А у противника их четыре, блин, и он уже тебя победит. Зато у тебя здание есть, которым ты не пользуешься, оно тебе не нужно вообще и... Какое? Не, ну ты говоришь, если построят, чтобы обмануть. Ага. Так иногда делает, но... Да? Да. Так, шесть ядры, два таракана, один разоритель и скрытни у него. Блин, а скрытни у него что делает? Ух ты, шьёп. А что такое скрытни? Ого, он прилетел ко мне. Отходим, отходим, отходим вас потомки, братья, сражайтесь под... Скрытними, конечно, комп играет офигенно вообще. Просрал их тебе, блин. Вот эти, видишь, они не такие, как остальные. Ну да, это этот владыка. Он наблюдатель. Это разведчик, типа? Да. Обреженный. Ого. Да, какой-то знаток вообще ни о чём. Днища полное. Разведка у него вообще от бога просто. Я не знаю, что он творит. За хера ему, блин, эти... Карапторы. Они тут называются почему-то губители, блин. А я тоже заметил, что вот когда мы с тобой играли, все названия не такие, как произносят вот это и... Ну, короче, в роликах. Там же другие... Они анализком их называют. Типа они так привыкли уже. Наверно. Да, в оборону, конечно, играть против такого компа вообще легко. Я всё время их в лоб в лоб убивал, компов. Просто оборона у меня адская. Они ничего не могут сделать. Лучше он может здесь делать, конечно. Да, поры до времени. Ну, если он мутирует в хозяина стаи, я не помню, как они там на английском называются, тогда он, конечно, пробьёт твою оборону с лёгкостью. Угу. Так, я пока обгрейды хоть какие-то позаказывал. Надо уже как-то выбираться на более серьёзный уровень. Переводить сюда рабов. Так. Оракул. Две призмы. Поехали. Делать робототехники. Наверное, хватит мне этих нашпикового робот. мне нужен роботизированный узел роботизированный узел вот отлично построил еще давай потолочку я полностью оборонился но я такой хрень легко пробил для меня как-то оборона не это наоборот даже легче обороны есть минусы во первых ее можно обойти второе нас позиционная то есть но она как стоял наверное на одном месте ты стоишь да то есть ее можно дальнебойными всякими юнитами уничтожить ну а легче конечно дропнуть тебе на ресурсы там где-нибудь на базе как собственно делал может как ты помнишь с тобой радат в группе отмойку уже не дурак он думает да у меня очень мало воздушных воинов противоположки короче надо проблему сейчас решать путем заказа этих короче маленьких комодотиков еще два еще парочку этих лимит надо повысить него уже утралицкий есть утралицкий уже два штуки у него есть молодец хороший мальчик приду мне теперь опять опять я просто рабочих заказать зато здесь у меня очень плохо с рабочими мы будем их выводить на более важные ресурсы сюда здесь у нас пока есть 1116 есть да разделить как-то в армию но наземку и на воздушку что-то не очень удобно управлять этим брайлом я все через она падает время что хочу очередь атаку вперед они тогда сами выбирают кому на них нападать где тоже такая алиминем не слабенькая я сейчас построю самое главное же хотела будет такая группа уничтожения просто так щиты земки а где воздушная делал улучшение для воздушных а вот приводишь на улучшение кибионетическое ядро это штука ты уже улучшаешь там надо что улучшается ускорение надо всех кидать и забывать именно молодец кинул на ускорение на какое-то здание которое ничего не даёт который не улучшается да я продлил таки вот ладно так же можно к колоссы призм искривление тоже нет наблюдатели не знаю адепты сталкеры зилоты рывок войну срывок уже сделать нафиг он даже подвертцы хотя для его хорошая штука контрол да знаю классная вот эти шарики да что это рывок узел там имел ввиду я всегда лучше обычный они просто имба так что у нас с минералами истощено истощено короче на должен на них выходить потому что мне неуютно на титул панах нужно 4 здесь ну да у компа не буду брать 4 база я отстаю по этому всему делу ты от него и по технологиям отстаешь сильно уходим уходим под фотонки уходим и дырит матришь на какая-то хрень летающая ты видишь что происходит слона слона сжечь слона сжечь по хорошо словами горят пришел просто по царски уходим еще под фотонки пускай занимаются зданиями слон добейте слона добейте слона добейте второго слона до слона ты неплохо так сносишь да я не знаю чем она так прям вообще мощно-мощно блин я забыл использовать самое главное то что я построил так она не бросалась это вообще в армию не брать короче прибыть сюда всем рабочим срочно потери фотонок ну чё отбился ты неплохо тесно шо ну я не успел их у него правильность сдать если я вот этой штуками кинул а потому что у него эпические потери были ну понял вот этой штучкой шариками они там но не какие-то не чизерские просто так и зовут робототехники еще скажем так и взятого взятого экономика почти два раза выше чем твоя о а как так он умудрился ну реально не тупит они тупит реально вот соответственно он сейчас армию это восполнит быстрее чем ты два раза ну да я тебе скажу он уже восполнил да ну почти до нее чуть больше было раньше все ко всех позаказываешь давняя армия очень очень слабенько если честно я прям не понимаю даже чем я буду отбиваться нужно еще заказывать от иноземки голоса 1 закажу этот есть идет зилатов пару штучек чисто так для разводняка адепта есть роботизируем не нужен этих щиты 3 уровень нужно что признал у компа уже пять баз за тебя на заметку я понял и но он съел он первую то съел уже все поэтому у него рабочих только четыре одновременно надо мне не сидеть наверно его тыкать как-то делаю базы если рядышком не они в него все на вокруг него ну я могу на него напасть или лучше не рисковать как хочешь ты же играешь мне сохранить ты можешь конечно всю жизнь какой сохранился тут игра до последнего либо ты либо тебя просто немножко слабоватая армия подачи ну ничего надо пробовать знаешь наверно всех нельзя вести наверно возьмем что-нибудь мощное поведем туда разведку проводи если ты не знаешь что нападать не стоит и для того чтобы если что я смог они могли более а не то или ты в плюсе тут да я знаю просто в очень удачное положение мы их сжигаем просто как по царски не не ребята не уходим не уходим а теперь выходим так вот этих пошли 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 вперед 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 хоть кого-то завалим еще нельзя дать ему чтобы он вылечит станешь лечиться ох на себе королева в королево стоп королева же а их нельзя поднимать или нет забрал это ядра миссис разве королеву нельзя поднимать можно вот надо когда не пропадать все хватит достаточно уходим на домой возвращаемся ты прям харассер от бога что такое харассер ну прям на пенал блин базу ему и вот эта штука маленькая она подлетает сильно близко ну ладно нам нужно как они живут хорошо эти теряем матчу ты думал гидролиск дешевле в два раза и два гидролиска однозначно убивают грелку и сидрак лучше плюс еще априды 33 я не уверен сколько у тебя там апрейды у твоих у тебя не полный априды просто еще поэтому я обычно не играю в армию летающий наземный потому что обреживать и летающий наземную крайне сложно он просто видишь я начал с этого чтобы защитить свой дом но не получилось не а потом у тебя тоже новенькая база есть а да еще пока не раскачана новенькая база говорю тебя тоже есть у тебя рабочие кстати стоят на газе внизу вверху сейчас мы сюда направим все так поехали натуре здесь позиция вообще обалденная хрен придешь и на вообще если бы не был тупой комп обойти конечно тут вообще вопрос времени только с потерями любом случае вот эти штучки мне нужны сейчас попробуем имя слышу часто в да ты чисто ими пойдешь воевать но я их никогда не пробовал интересно как они вообще работают давай в рабочих там загоняй но не а уешат в рабочих насколько я помню и какие-то блин страшно тихо 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 но не знаю что это дало мне они вообще бесполезны мы против ультрали скал до они хорошо только против этих чуть посерьезнее ровно построить видишь он начинает их слонов кучу строить а призмы и хорошо вычищают надо не дать ему так подлечиться как он скотина делает ты меня так кучит нашел блин вообще это не чит это умение меня пужа кара вторым настроил бы просто миллиарды перебил всю твою летающую армию почему меня не помните а у него же чем-то убивает хоть от задней слоны чем будет звездная путь в зол кунту кара вторыми убивают и hydra дисками так надо возвращаться потерял славно ну я ему тоже какой-то урон нанес какой-никакой но какой-то нанес под щиты так мы сейчас другой состав армии полосу будет так то есть в армию летающих тут сомневался бы мне но нет я на земку просто не знаю совершенно поэтому может там есть какие-то крутые вещи я попробовал такими штучками они не понравились странно что дебильный комп постоянно текст ультрали сков строить нахер они тебе нужны принтом армия авианосца он строит ультрали скал блин он очень не знаешь армия росту познает он все наверное вот это тебе видит твою армию как не наблюдать разведывает ну когда на него нападаешь он видит чем-то нападаешь машин запоминать о это за лучшее душа увидел какой-то воде на этот силу странный еще он бегает подо мной глянем он сдох у нас мир 1 старый был от старости до охренеть нахрена ему братвор сушенок он вообще дебил полнейшие тяговаре просто у него нет шанса он не знаю что делать мне эти тактики не работают все сложно очень да ты здесь компа легко победишь на еще это вся моя армия боюсь заходить час какая-то херня как стрельнет меня до рабочих полетий нет но это двое их не страшно не летят да они уничтожают мы к чему отходим 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 не отходим вот эти понял летающий хрен не мешаются и и отвлекают на себя огонь ну такие как жучки понял отлично становимся здесь не нужно чтобы чем-то разведать мне нужно чем-то это все разведать мне хоть какой-то юнит есть какой-то разведывать ладно куда-то разведывать так это все лишь одна база это конечно тут однозначно победишь потому что комплять вообще хуйню какую-то устроил блин а потому что не победишь я отхожу пока мне нужно немножко поменять состав армии ага еще те строят зина счет строят и мне нужно зачем мне сейчас надо ходить у меня в принципе нет и более менее живые да просто зайти с другой стороны эту сторону подбили он забаррикадировался мы сейчас но сейчас мы вынесем другую щиты здоровье коса на дороге кучки и что там происходит видишь что происходит надо валить отсюда это против богатила я масса меня спасают они жирные я не думаю ну стоит они все зеленые вот эти войги 3 не уверен стоит ли мне атаковать дальше продолжать это вроде бы какой на слаб жизни сильно но там куча гадостей всякая обитать точно выносить рабочих а он будет рабочих на тупо слоны слоны недорогие наверно да наверно да я не знаю нахера он их вообще строит блин он хочет зайти и меня покоться слонами покусать он не получается не а вот это глянь какие красивые летят юниты я хомуха ухо и ухо и ухо и ухо и так надо отходить у меня уже потери большие сильно а здесь пересталось заказываться на заводы было можно завода было пока ну законтролить и они подстроили так теперь нужно нужно еще такие дальнобойные чуть-чуть не вот этих фениксов ты знал времени на твоей стороне у тебя много рабочих не добывают ресурсы вообще на первой базе на второй базе вот а у компа добывают блять раз два три три базы как минимум точно добывают так два они пришли ко мне атаковать не дальнобойные посуду прикольно их можно очень круто использовать понял тогда но их если в нем в войти и ты смотри у них об этом вообще фигня блин 300 угол уже очередной королева странно что не так много фрк косла не урагана больше чем у авианосца в линии работы за через они какую-то хрень стреляют а а а а а а есть а а а а а а хрибина у техорцев конечно до армево всегда было больше сейчас в тебе лимита выше намного если посчитать что потери ресурсов. У него намного больше потерь ресурсов, конечно. Вообще. И боевых единиц намного больше потерь. Ну, этот мой набег был очень удачный. Он, видать, не ожидал его совсем. И поэтому мы тут более-менее... Да, он как-то разведывал плохо. И он до последнего строит этих ультралистков, блин. Веришь, нет? Против читера я когда играл, он когда видит, что у меня армия летающих, он строит только караптеров. И просто в таких больших количествах одних караптеров, караптеры, караптеры, караптеры. Их просто такая тьма становится, блин. Может, я сейчас не знаю, что он там готовит меня? Так что он готовит? Ты, может быть, убиваешь вообще полностью. Какая-то свечка, глянь. Ого, как они ляпали. Стоим методично сжём всё. Не спешим. Не спешим. Хрен его просто не поймёшь, что тут летающий, что тут бьёт повоз. Такая мерзость у него горится. Такая мерзость у него. Такая мерзость у него не стреляет. Такая мерзость у него есть. Так... Так... Избиенный слонов просто... Да, тебе надо уже драться с мастерами, а не с зонтаками. Все, остановили здесь. Не спеша валим, все, что-то приходит. Да, это же получается у них как домики залетающие, да? Ага. О, это классно, у него лимита не будет, он сможет меня атаковать. У него и так уже нет лимита. Странно, если их не убивал тоже. Ну, как сказать, он их все время с собой возил. И теряло. Да, знаешь, чем это плохо? Вот когда идет атака, он до их теряет, это плохо, но... Я по ним промахнет, понял, то есть многие по ним стреляют, то есть лишнее КП убивают у них, а не у ценных к ним там. Ну, поэтому они их и с собой возят, и ясно, что же само собой сложил. Так, ладно, я понял, дальше неинтересно, короче, все, ты победил. А, ну, а тут есть у него какая-то фигня, где у него еще там есть, чтобы я просто пришел, войско где-то есть? Да нет у него войска уже нигде, у него две базы, одна чуть выше, другая слева внизу. Так, сейчас уже, ну, чтобы уже АГГ было, чтобы он не пожелал. Так. Дрещавый, не дрещавый, блин, какая разница? Так, ну, против фумов точно, что нужно рубать иксом идти сразу. Угу. Обратите внимание, что я карту другую выбрал, у нас здесь немножко все хуже. У нас здесь получается, есть один спереди проходит, а есть один справа проходит. Вот, держи тот, который справа. Блин, я уже отстал по экономике. А я центр возьму. А вообще не, я возьму то, что слева, а ты центр. Так, еще раз, куда мне что ставить? Центр удерживаю, вот тут. Сейчас. Вот это? А, все, вот здесь там. Да, делай все, чтобы там ничего не было. Короче. А компы сложные? Такие же, как их ты убивал. Ты задолбал, ты что на моей стороне строишь, блин? Где? Я в посты сказал, центр застраивать, я здесь все и застраиваю. Ну, а нексус, ты почему на моей, блин, второй нексус, не трогай вторую точку. Куда? Какой же ты, блин, шустрый. Ты уже встроишь, блин, вторую базу. Ладно, я построю тоже, но она сейчас придут и вынесут. У меня какая-то фигня, я не могу базу выделить. Я не могу ни от того работа. А, блин, это не моя база. Потому что ты, блин, строишь их на моей территории, блин. Я теперь понял, что ты кричал, потому что шуру ищи. Оно реально не нам. Оно реально не нам. Бля, тут стебра топил. Бля, тут стебра топил. Ой, блин, там, не моя база. Рабочие стоят. Ого, а что это? Блин, они не по приказу стоят. Так, все, раз пошел. Все, с экономикой в порядке. Теперь будем строить. А сколько стоишь? А здесь мне. Карта странная такая. Карта странная такая. А вырыты важная штука или не очень? Ну, важная, конечно. Вначале струй армии побольше. Например, оббирать. Воздух не строить? Видел, разведчик пришел. Воздух не строить? Не знаю. Строй, наверное. Убей разведчика. Я не вижу, где он вообще. А, все, вижу, вижу. Я специально поставил там воина, чтобы он сдалека. Если что, предупреди у нас. Да я пойду разведаю. Посмотрю, что там у противника. Просто если у тебя армии нету, а ты будешь делать апгрейды, получается, ты тратишь на апгрейд столько, сколько стоит солдат, грубо говоря. Может, даже больше. Вот. А в итоге у тебя получается, что... этот... Что, прирост ДПСа суммарного меньше, понял? Блин, у меня тоже рабочие стоят. Зашипить вообще. Ай, удивляюсь. Блин, что у меня экономики ни хрена нету. Нас пришли атаковать. Нас атакуют. Собирайся всех. У меня тут есть несколько роботов. Пускай их под фотонки. Пускай под фотонки, а потом выходим. Слышишь, что нас выносят? У меня уже армия заканчивалась. Составили два юнита. Все, донесли их. Сталкеры. Два. Собирайся и внука. Блин, минерала недостаточно. Надо на третьей базе перебираться. Ой, тут золотые базы, давай туда перейдем. Я уже перебираюсь на одну. Ладно. Ты делай, что хочешь, я-то тебе че. Не, ну может ты знаешь, что так не надо делать? Ого, их тут две рядом, это просто золотая жила. Только ее очень сложно оборонять, потому что она полностью открыта. У тебя армия больше намного живет. Месторождение минералов истыщено. Ты походу... А, я переснимаю. Да. Ваша служба бесконечна. Месторождение минералов истыщено. Тут где-то пробегал рабочий, можешь его убить? Вот он он. Так. Блядь, это моя база. Так, пойду проведаю у него. Так, отлично. Пошли минералы, у нас хотя бы ресурс пошел. Так. 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 То есть мы чуть-чем там уже танки. Мать усиленность. Да, все. Майор Мада. заканчивать пошли сзади в обойдем затем не поздно мухам не поздно принесу сейчас рабового надо спасать у меня тоже на место спасибо устроить что у нас тут первая призма приехала опять что я выделил так ладно все твоя хрень все пошло пошло заказы что-что ничего блин а меня там разнесли так подожди давай сейчас немножко закрепимся так какого хрена блин он везде блин по на это трекивал шла жара да где 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 че я не вижу у тебя рабочий под базой все все ты его видишь да он если честно задолбал тут бегать так отлично у нас хоть что то и появляется начинное что-то приказывай еще две дальнобойных надо что-то массовое такое дровяносцы и лучи вот эти призмы будут у нас так мне нужно больше газа так ба ба так давай щас так они пришли ко мне, они к нам пришли вижу у них есть титан эти блядь на меня нападают там давай я помогу надо чтоб ты авианосцы снес авианосцы? о, не авианосцы, а танки ой, летающие вот эти вот блях, а у меня уже нечем у меня практически армия не осталась давай щас я попробую у тебя корабли на эти флагманы как они называются щас я их сношу тебе, подожди они нам базу крушат уже я думаю цезрада уже будет там не успеваем расстроиться тут еще не выносят этими штуками не выносят просто, как ты и говорил все они пережили так, пережили нападение теперь нужно я на защиту своих о, в танки идут, внизу, внизу нападение нападение снизу ваза союзников подверглась нападению ваши союзники вступили в освобождение минералов и стыщу хорошо, я их задержал все, снял их пошли в контратаку нечем мы контратаковать ну, у меня три авианосца и два дальнобоя это нормально, у меня тут армия есть я здесь среди теней только лучше, наверное, через правый проход пойти хорошо не через центр, а право и стыщено недостаточно виспи у нас не хватает ни инералов ого, гоу прикроешь меня от летающих а то мне ничего у меня еще немножко есть а мне летающих нечем тебя прикрывать у меня авианосцы и дальнобойные ладно, давай буду делать что смогу блять, там надо визор ваши союзники вступили в бой танки разложены, не иди туда я сниму танки, я сниму танки я... я понял, понял я отхожу у нас тут крушат вот эти дальнобойные Торы они по воздуху стреляют, оказывается Торы стреляют по воздуху, да да все, нормально, пережили осторожно, там минки у меня нету вообще ничего по земле ходить они ходят я здесь среди теней среди теней ваше союзники стрельты танки еще сняли, я забрал у нее еще два танка сзади нас 11 атакуют, атакуют тихо нормально так, у меня еще и до веносца достроилось теперь я помогу тебе ну я, блин, теряю всю армию просто потому что у нас нету чем с воздухом бороться все, у меня осталось три веносца давай отходить назад, мы сейчас потеряемся на свете бункер сноси бункер сноси что-то у нас нет, нет, нет я здесь среди теней стань наверх и тут где я сейчас внизу движена нету, поэтому они здесь будут проигрывать ко мне вообще ничего нет а валю стань, где я, блин я не вижу, где тут они ага, все, 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 давай, давай все один корабль встался ну так уведи его я увел его он медленный же, пипец какой подожди, дай я хоть немножко подстрою поисков и с рабочими, у тебя рабочие стоят всегда да, да а те ну я только что увидел а, вижу так, раз в 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 к в Так, кое-как уравновесили. Все, подождите, не лезь сам, я сейчас пройду, мне тут есть, чем... Не, мне надо пробиваться, потому что они танки раскрывают. Ладно, подождите. У тебя подвешиваю. Закинули. Мне газа вообще критически не хватает. Да, колоссы это сила, конечно, я не ожидал, что они такие мощные могут быть. Да они не такие мощные, на самом деле. Там на самом деле больше всего вот эти вот танки сносят, которые у меня. Просто колоссы по АОЕ хорошо сносят. Ну да, вот эти вот, видишь, мелкие роботы, вот они сносят до хера. Классно, они не понравились. Кажется, можно там, короче, и через землю играть. Бля, не убил своего. Как ты умудрился такое сделать? Через А, блин. Ой, зря вы поднялись, у меня тут этих перехватчиков куча. Ну, короче, мне кажется, мы его вынесем. А, блин, видел база у них тут. Да, еще одну. Я просто кидаю все армии, которые у меня есть, крон сюда вот. Должны все выжигать. Если мы обступили в бой. Я здесь, среди теней. Так. Так. Остался красный. Ну, красного просто база осталась еще вот эта вот. Что ты предложишь? Так. Трубничок. 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 Здесь база, да. Блин, я пока с экономикой тут у меня уже наладилось, мне теперь... Да, ты вовремя решил экономикой заниматься. Вот как раз когда надо. Когда у компа одна база осталась, вот тогда вот надо. Так сложно это всё успеть сделать, на самом деле. А тут нечего, у него уже нет войск вообще. Ну тут разве что вот эти сейчас... Вон, подойди чуть вперёд на землю, чтобы они не повышены. Ну всё, как спят. Бродосов есть ещё через пехоту неплохо они проходят, но у меня что-то не получается. У меня больше получается через роботов. Ага. Вот, но пехотный, у него интереснее тем, что архонтов может делать, понял? Угу. Архонты тоже очень злые, на самом деле. Они такие специфические, там нужно кастовать ими правильно, да? Ну ты, их там собирать сложно, ты собираешь двух темплиеров каких-то там или как они там называются, не помню. Вот, соединяешь их в архонта, но архонты стреляют, они как, примерно как колоссы, понял? Вот. Только, наверное, потолще будут. Во-вторых, по ним не летают противолетающие, не стреляют, вернее. А в-третьих, они бьют по полетающим, понял? В отличие от колоссов. То есть, они реально мощнее колоссов. И тоже ауешат жёстко. Они там... Выходят два-три архонта против армии зернингов, просто сносят их в щепки, блин. Давай попробуем. Ой, я уже не хочу, наверное. Давай в другой раз, да. Давай в другой раз, да.